Новые технологии импортозамещения, цены на топливо и изменения глобального рынка. Эти темы обсуждали сегодня участники Международного газового форума в Петербурге. Кстати, проходит он на площадке только что построенного Конгресс-центра. Как говорится, новые мысли в новых стенах. На топливный рынок выходят новые товары. Эксперты говорят о грядущей технологической революции. Вот, например, газовые баллоны, изготовленные из композитных материалов. В них можно перевозить топливо или использовать для отопления. Один завод по производству уже открыт в Нижнем Новгороде. Пока такие баллоны стоят дороже привычных металлических. Но программа импортозамещения у дешевит их раза в полтора. Наша задача сейчас, чтобы у нас появились российские поставщики композитных материалов, которые придут на смену иностранным поставщикам. И этот баллон стал максимально дешевый и доступный для простых граждан. Для того, чтобы запустить производство, руководству предприятия пришлось долго бороться с профильными министерствами. ГОСТы не подразумевали, что баллоны могут быть изготовлены не из металла. С подобными трудностями сталкиваются многие предприятия газовой отрасли. В России нет полигонов, где можно испытать новые технологии, а опытные образцы небольших компаний редко доходят до крупного производителя. Важна роль именно сервисных компаний, поскольку они могут интегрировать, им проще интегрировать технологии малых компаний и предложить их уже в пакетном предложении, комплексно предложить уже крупным нефтегазовым компаниям. Роль небольших компаний в отрасли возрастет. Это признают даже монополисты. Глобального мирового рынка газа, о котором говорили в последние годы, не будет. Поэтому компании будут развивать региональные проекты и сотрудничество с нефтехимией. Ну а производство жиженого газа останется на прежнем уровне в 30%, считают эксперты. Добыча сланцевого газа рынок уже не обрушит. Сланцевая революция как-то так очень быстро перешла в сланцевое подполье, а производство сланцевого газа оказалось таким локальным элементом стратегии работы на североамериканском рынке. При этом газовый рынок развивается динамично. И если 20-й век был веком нефти, то 21-й станет веком газа. Игроки рынка стоят перед выбором новых стратегий. Россия, судя по всему, обернулась на восток. По крайней мере, об этом говорят и миллиардные контракты с Китаем, и интерес тихоокеанских инвесторов к нашему сырьевому рынку.